Всем привет! Меня зовут Лена, и в этом видео мы продолжаем создавать трекер привычек со статистикой по неделям и месяцам. Это третье и заключительное видео по трекеру, где мы дополним его блоками с визуально приятным отображением и с помощью формул добавим мотивацию к действию. В конце создадим архив для привычек, которые стали неактуальны, и добавим обложку для страницы. Ссылки на первое и второе видео вы найдете в описании, ну а мы переходим к следующему шагу. Начнем с недельной статистики. Нам нужно создать дубликат нашей таблицы, который будет отображен в виде галереи, который можно свободно перенести в любое место на странице и даже за ее пределы, и который в то же время будет считать прогресс по трекеру. Чтобы выполнить все эти условия, просто дублировать таблицу будет мало, так как мы не сможем ее никуда перенести. Нам нужно создать ссылку на таблицу, которая поможет вывести статистику туда, где она требуется. И мы можем это сделать двумя способами. Первый вариант. Нажимаем любой кнопкой мыши на название таблицы, выбираем Copy Link to View, вставляем любую строку ниже и нажимаем Create Linked View of Database. Второй вариант. В любой свободной строке нажимаем на плюс, ищем Linked View of Database и выбираем таблицу, на которую нужно сделать ссылку, в нашем случае на статистику по неделям. Таким образом, двумя путями у нас получился одинаковый результат. И теперь эту таблицу мы можем перенести в любое место на странице и даже за ее пределы, и она все равно будет высчитывать прогресс по трекеру. Теперь нам нужно придать нашей таблице вид квадратного блока. Нажимаем на название, выбираем Edit View, кликаем Layout и выбираем отображение в виде галереи. Таким образом, мы получаем три пустые квадратные карточки, соответствующие отфильтрованным ранее неделям. Чтобы не запутаться, мы будем работать только с одной неделей, поэтому кликаем на фильтр и выбираем первую неделю 23 года. Второе название можно скрыть. Сейчас карточка показывает только название недели, потому что все остальные поля скрыты. Чтобы сделать их активными, нажимаем на название таблицы, Edit View, Properties и кликаем по зрачкам напротив привычек. И теперь прогресс отображен, но названия так и не появились. Карточка выглядит не читаемой и неудобной в применении, так как мы видим только данные из ячеек. Поэтому с этими колонками мы работать не будем, скрываем их снова через название таблицы, Edit View, Properties, делаем зрачки неактивными. Чтобы объединить название колонки и прогресс по ней, мы воспользуемся формулами, которые будем создавать в таблице статистика по неделям. Итак, идем в таблицу, нажимаем плюс, выбираем свойства формула. Появляется новая колонка. Формула в ней будет отвечать только за одну конкретную привычку, поэтому таких колонок будет шесть или ваше количество привычек. Давайте сразу дадим ей название, соответствующее названию первой привычки, например, Вода 1. Наша задача объединить в ячейке текстовое название привычки с числовым прогрессом по ней. Чтобы использовать в формулах текст, его обязательно нужно заключить в кавычки. Итак, нажимаем на пустую ячейку, открываем двойные кавычки, пишем Вода или Ваша привычка, двоеточие, пробел, закрываем двойные кавычки. И мы уже наблюдаем, что вся колонка несет в себе название первой привычки. Теперь нам нужно объединить текст с прогрессом. Нажимаем на ячейку, добавляем плюс и выбираем, из какой колонки мы хотим вытянуть данные по прогрессу. Теоретически мы должны были уже увидеть результат, но этого не произошло. Notion нам показывает ошибку, которая говорит о том, что колонка Вода не является текстом. И он прав, так как действительно эта колонка несет в себе числовые значения. И, соответственно, он не понимает, ему с помощью плюса нужно сложить какие-то числа или все-таки просто соединить две строки воедино. И чтобы Notion понял, что мы от него хотим, нужно ему сказать, что колонка с процентом выполнения будет восприниматься как текст. Для этого используется функция «Формат», которой мы обернем нашу числовую колонку. Нажимаем «Готово». Чтобы понять, почему мы снова не получили желаемый результат, нужно вспомнить, что процент – это одна сотая доля любого числа. То есть наши расчеты верны, но не совсем приятны в отображении. Поэтому умножаем значение колонки на 100 и получаем уже более понятную цифру. Теперь нам нужно ее округлить. И для этого используется функция «Раунд», которая округляет в большую сторону. Ею мы оборачиваем нашу конструкцию. Нажимаем «Готово» и получаем еще более близкий к оригиналу результат. Для того, чтобы наконец-то мы увидели точное значение, нам нужно 42 и 9 преобразовать в целое число, то есть в 429. Для этого умножаем на 1000, то есть прибавляем 0 к уже записанной сотне. И теперь нам нужно отделить целую часть, 42, от дробной 9, разделив всю конструкцию на 10. Теперь ставим плюс, открываем двойные кавычки, пробел, значок процента, закрываем двойные кавычки. Готово! Мы получили промежуточный, но верный результат, с которым уже можно работать. Идем в таблицу в виде карточки, нажимаем на название, Edit View, Properties и ставим зрачок в активное положение напротив только что созданной колонки. В результате в карточке отобразилось и название привычки, и процент выполнения, то, чего мы добивались. Как правило, когда мы достигаем определенного успеха в выполнении действий, хочется какого-нибудь поощрения, чтобы оставаться эффективным и дальше получать удовлетворение от прогресса. И в данном случае нам не будет лишним такой мотивационный инструмент, как похвала. И да, хвалить мы будем сами себя. Основная идея заключается в том, что когда мы достигнем 100% результата, мы зафиксируем это действие смайликом и сможем сказать себе, какой или какая я молодец. И в этом нам поможет функция if. Каркас функции if всегда остается неизменным. Первый аргумент – это условие или вопрос, на который всегда должен быть конкретный ответ – да или нет. Второй отвечает за то, что нужно делать, если ответ на вопрос – да. А третий – что делать, если ответ на вопрос – нет. На нашем примере это будет выглядеть следующим образом. Мы хотим сказать Notion, что То есть у нас есть две переменные, из которых выполнится только одна. Формула будет выглядеть следующим образом. Обратите внимание на три момента. Первый – оператор сравнения пишется через два знака равенства. Второй – текст, как мы уже выяснили, всегда заключается в двойные кавычки. И третий – когда мы сравниваем колонку привычки со 100%, мы уже знаем, что процент – это сотая доля любого числа. Соответственно, 100% в числовом значении будет равно 100 разделить на 100 или равно единице. То есть, по сути, как бы вы не прописали в формуле в Notion, все три варианта будут приниматься. И теперь давайте зафиксируем результат смайлом выполненного чекбокса. Открываем формулу и перед 100% во втором блоке вызываем смайлики с сочетанием клавиш Win плюс точка. Ищем соответствующий. И сразу давайте добавим смайлик перед названием привычки. Готово! Если вам достаточно зафиксировать конечный результат, то формулу можно закрывать. Однако, если вы хотите еще сделать акцент на промежуточных действиях, например, похвалить себя за то, что уже прошли половину пути, или остался последний рывок до достижения цели, то формулу можно доработать. Следующие действия будут направлены на поощрение или поддержку в том случае, если мы достигли 50 и 70%. И в этом нам поможет вложенный if, чтобы добавить дополнительные условия и получить более двух возможных результатов. Сейчас мы хотим сказать Notion. Если мы достигли 50% результата по привычке, тогда процент выполнения продолжает считаться, и мы пишем так держать. В ином случае, если мы достигли 70% результата, тогда процент выполнения продолжает считаться, и мы пишем отличный темп. В ином случае, если мы достигли 100% результата, то мы пишем 100% я молодец. В ином случае, если ни одно из условий не срабатывает, Notion продолжает считать процент выполнения, пока не дойдет до определенного значения. В ячейке мы уже зафиксировали 100% выполнение, поэтому нам нужно дописать только аргументы для 50 и 70% без разрыва строк и добавить две скобки в конце, чтобы закрыть полностью формулу. Теперь дополним текст смайликами и формула готова к применению. Далее нам нужно для остальных привычек сделать такие же формулы. Нажимаем плюс, выбираем свойства формула. Даем новой колонке название, соответствующее названию привычки. Идем в созданную формулу, копируем ее и вставляем в новую колонку. И чтобы она корректно заработала, мы просто меняем во всей формуле название первой привычки на следующую. И таким образом мы создаем оставшиеся колонки. Готово! Теперь скрываем их все, идем в таблицу в виде карточки, нажимаем на название, Edit View, Properties и ставим зрачок в активное положение напротив только что созданных колонок. И теперь у нас отображены все названия привычек и прогресс с мотивацией по ним. Для того, чтобы таблица в виде карточки отображалась напротив трекера привычек, нам нужно изначально разделить строку на два столбца. Идем в начало страницы. Если у вас между названием и трекером нет свободных строк, то сначала добавьте одну после трекера, а затем перенесите его на одну строку ниже, потянув за шесть точек рядом. Теперь в свободной строке нажимаем на плюс и скроллим до самого конца. Нажимаем на две колонки, и строка делится на две части. Переносим на нее трекер привычек. Таким же образом берем карточку с прогрессом и устанавливаем напротив трекера. Придадим ей необходимый размер, который вы можете в дальнейшем регулировать, как вам хочется. Нажимаем на название, Edit View, Layout, Card Size и выбираем Large, большой. Поднимаемся на строку выше, кликаем Card Preview и выбираем Page Cover, чтобы добавить изображение. Готово. Теперь подрегулируем расположение на странице, чтобы блок был максимально справа и не мешал отображению трекера. Далее кликаем на саму карточку, открывается страница. Над названием недели нажимаем Add Cover, добавить изображение и изменить изображение. Как видно, можно взять картинки из галереи Notion. Если они не подходят, можно загрузить свое, можно ставить ссылку на изображение, а можно пойти на Unsplash. Это бесплатный фотосток и уже на нем по ключевому слову присмотреть себе заставку. Вернемся к размеру карточки. В статистике ранее мы создавали фильтр по неделям, который также актуален и для этой таблицы. Если вы хотите отслеживать прогресс, например, по нескольким неделям, вы можете сделать размер карточки меньше и установить фильтр на желаемые недели. С недельной статистикой в виде галереи мы закончили. Теперь нам нужно сделать такую же галерею для статистики по месяцам. И здесь все действия будут подобны предыдущим. Итак, раскрываем годовую статистику, нажимаем любой кнопкой мыши на название таблицы, выбираем Copy Link to View, вставляем любую строку ниже и нажимаем Create a Linked View of Database. Снова нажимаем на название, выбираем Edit View, кликаем Layout и выбираем отображение в виде галереи. Получаем три пустые квадратные карточки, соответствующие отфильтрованному ранее кварталу. Для того, чтобы в дальнейшем в правом столбце карточки месяцев отображались по любому количеству от 1 до 12, а не кварталам, нам нужно в таблице годовой статистики сделать фильтр по месяцам. Нажимаем плюс, выбираем свойства Select, даем название месяцы и в каждой ячейке прописываем название месяца. Далее скрываем ее, идем в фильтр и ставим фильтрацию по этой колонке. Готово! И теперь в галерейном отображении ставим галочки на нужные вам месяцы. Второе название можно скрыть. Возвращаемся в статистику в табличном представлении. Нажимаем плюс, выбираем свойства формула. Даем ей название, соответствующее названию первой привычки. Теперь нам нужно скопировать формулу. Поднимаемся вверх, нажимаем на привычку в карточке и нам открывается формула. Копируем ее и вставляем свежесозданную колонку в годовой статистике. И она сразу начинает работать, так как названия привычек в двух таблицах одинаковые. Если вы хотите убрать мотивационный текст и оставить только смайлики, то вы можете легко это сделать в самой формуле, удалив ненужное. И таким же образом заменить один текст поддержки на другой. Проделываем те же действия с остальными привычками. Готово. Скрываем их, идем в таблицу в виде карточки, нажимаем на название, Edit View, Properties и ставим зрачок в активное положение напротив только что созданных колонок. Перетягиваем карточки с месяцами под недельные, оставляя одну строку в запасе. Нажимаем на название, Edit View, Layout, Card Size и выбираем Small, маленький размер. Поднимаемся на строку выше, кликаем Card Preview и выбираем Page Cover, чтобы добавить изображение. Кликаем на карточку, нажимаем Add Cover и изменить изображение. Выбираем подходящее вам. И таким же образом выбираем заставки для остальных карточек. Теперь сделаем архив для привычек, которые уже не актуальны. Идем в годовую статистику, кликаем на 6 точек напротив названия, нажимаем Duplicate. В дублированной таблице меняем название на архив и более конкретизированное – архив привычек. Теперь удаляем все колонки, кроме фильтра по кварталам, месяцам и связи с трекером привычек. Если привычка больше не актуальна, мы скрываем ее во всех таблицах. Идем в архив, нажимаем плюс, выбираем свойство Rollup, указываем, из какой таблицы будем брать данные, в нашем случае из трекера привычек. Нажимаем на Property свойства и выбираем колонку с привычкой, которую мы хотим архивировать. Далее Calculate, Person checked, дополняем статистику индикатором выполнения в виде полосы или круга и оборачиваем таблицу в выпадающий список. Теперь переносим ее под карточки с месяцами и задаем желаемый фон. Мы оставляли свободную строку между карточками с неделями и месяцами. В нее мы вставим любимую цитату или слова, побуждающие к действию. Нажимаем плюс и выбираем либо квод цитата, либо коллаут выноска. Я выбираю второй вариант, вставляю цитату и по желанию меняем цвет фона и смайлик. И заключительный штрих. Мы выбираем заставку для всей страницы. Нажимаем Add Cover и изменить изображение. Выбираем подходящее вам. Готово! Мы создали трекер привычек на год со статистикой по неделям и месяцам. Пишите в комментариях, если у вас остались вопросы. Ну, а если видео было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо большое за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok